Вы опубликовали в своём фейсбуке письмо, которое вам прислала некая организация, именующая себя Украинской повстанческой армией, и пошло и покатилось. Ну, пошло и покатилось ещё вчера. У меня даже подозрение, что вот это письмо мне прислали именно потому, что я высказал версию ещё вчера о том, что за убийством не только Бузины, но и Калашникова могут быть российские спецслужбы, которые заинтересованы в том, чтобы, скажем так, создать материальные фактические подтверждения якобы террора, политического террора в Украине, и тем самым сделать материал информационный, подтвердить пропагандистский тезис, который должен высказать на своей пресс-конференции Владимир Путин. Вот как бы это и было сделано. Я сказал, что скорее всего, или возможно, если найдут исполнителей, то ими могут оказаться представители радикальных националистических группировок. И тут вот как раз и прислали подтверждение. Вернее, приписать. Приписать, совершенно верно, да. Вот это письмо, которое прислали, я сразу же высказал подозрение, сомнение в том, что это настоящие националисты, скорее это маскировка под националистов. Потому что, ну, во-первых, использование в качестве названия организации, название исторической УПА. Вот это уже вызывает подозрение. Если бы это была какая-то новая группировка, она бы и называла себя по-новому, чтобы отличаться и от свободы, и от правого сектора, и от всего того, что было раньше.